добро получено дорогие друзья всем привет рад вас присутствовать как всегда на наших встречах и и впереди у нас путешествие по теории методики физической культуры в той части которая называется теория методика физического воспитания но прежде чем мы пойдем с вами дальше нам нужно с вами немножко познакомиться с терминологией нашего дальнейшего повествования а дело в том что сама по себе теория методика физической культуры как дисциплина опирается на свой терминологический аппарат на понятийный аппарат и естественно мы должны придерживаться этих традиций на мой взгляд это очень правильно когда люди говорят корректно и когда людям ясно излагают свои мысли и понимают под одно и то же под определенными понятиями и терминами вот собственно вы видите что теория методика физической культуры это немножко обращаясь к нашим предыдущим встречам я сразу начал говорить о каких-то частях этой большой дисциплины и естественно это имеет большое прикладное значение в нашей с вами работе но я не дал основных входных определений и поэтому я сейчас это устраняю и мы дальше будем говорить уже структурировано теория методика физической культуры обобщенная система научных знаний о сущности физической культуры и закономерностях использования для физического совершенствования человека и здесь мы обращаемся к нашей прошлой встрече я вам рассказывал о физическом совершенстве о критериях о характеристиках этого объекта гипотетического объекта которому мы все реально стремимся в нашей жизни и мы и наши клиенты фитнесе и вот сейчас мы с вами разберем что же такое средства и методы то есть основная тема нашей сегодняшней встречи для того чтобы это понять нужно определение в первую очередь вести что такое у нас теория и методика что такое средства и методы соответственно само по себе слово теория как вы видите перед вами его перевод рассмотрение исследования и что очень важно что эта система идей или принципов и очень важно чтобы эти идеи и принципы как-то между собой взаимодействовали соотносились и были взаимосвязаны вы видите что теория является совокупность обобщенных положений образующих науку или ее раздел у нас окружают большое количество теорий и всякой теории предшествует гипотеза естественно какое-то некое предположение вы видите что гипотеза это как бы некая модель макет которая нуждается в подтверждении и только после экспериментального подтверждения желательно фундаментального многолетнего на очень больших выборках на очень в очень длительном периоде это становится все более и более надежным знанием нашим с вами и инструментом естественно для и наверное даже путеводителем для нашей деятельности теперь что такое метод путь исследования или познания мы видим что это совокупность шагов систематизированное действие приемов и операций практическое теоретическое освоение действительности нацеленных на решение определенной задачи или достижение определенной цели ну в общем если средства у нас это то чем мы пользуемся то метод это как мы это делаем и что мы делаем и вы видите для того чтобы собрать например вот эти пазлы на есть определенная методика и вот уже методика если мы поговорили о средствах и о методах то сейчас мы видим что из себя представляет сама методика это система уже до система правил изложение методов то есть то о чем мы сейчас говорили уже во множественном числе обучение методов чему-нибудь или выполнение какой-нибудь работы и все вот эти определения они когда их читаешь отдает таким знаете занудством и отдает мало мало связанными какими-то обрывками все это сложить чтобы в единый пазл мы сделали понятную достаточно картинку и сейчас мы с нее и начнем уже более детальное раскрытие темы которую я вам сегодня хочу донести методика как вы видите это педагогически оправданные предписания содержащие как минимум три звена это задача средства и метод и вот на этом слайде я отразил это видите что три таких как бы этапчика задача которую мы решаем определенными средствами по использованию определенного метода или методов и все это складывается в методику и вот здесь вот этот слайд наверное это как раз основная моя сегодняшняя первая и главная мысль это показать где в нашей с вами тренерской деятельности находятся такие слова как средства и методы но перед этим еще появляется задача и как это все укладывается в наш тренерский мозг а наш тренерский мозг сейчас перед вами на экране именно так я примерно представляю сейчас голову современного фитнес-тренера это может быть головой не только фитнес-тренера но и любого другого специалиста в любой области и перед нами сейчас большой холл библиотеки и вы видите что стеллажи с книгами и вот такие такой по крайней мере библиотека была в прошлом в будущем она конечно видоизменится но логика ее не поменяется то есть как были определенные папки определенные стеллажи определенные отделы так и останутся вопрос в том какие носители будут в дальнейшем почему я говорю что так выглядит голова тренера давайте представим что у нас с вами два полушария он не так и есть у нас и правая и левая и каждая из них посвящается например либо средством либо методом задача как вы видите в середине и если задача вдалеке и чаще всего задачу нам заносит клиент поэтому мы не говорим сейчас и под словом клиента я понимаю нашего пользователя фитнес услуг то есть поскольку я большую часть жизни проработал именно в фитнесе более 30 лет то я буду рассказывать именно с этих позиций с этой в этой сфере деятельности и клиент заносит задачу заносит прямо у меня даже иногда ассоциативно знаете такой большой флаг представляется он заходит и вот так вот удерживает над головой на этом транспарант на котором написано хочу попу или например хочу здоровое сердце или хочу похудеть и вот это вот все вот эти вот большие транспаранты они заносятся в нашу с вами голову и вот пришла в мою голову задача и он говорит я хочу попу накачать хорошо у меня с правой стороны в моей голове методы с левой стороны средства пришла задача я сразу же иду к стеллажам где располагаются сначала методы ну то есть я должен понимать примерно как я буду с этим человеком действовать и сразу же у меня всплывает например упражнения которое называется приседания в выпаде или например приседания со штангой или иные какие-то упражнения в любом случае давайте разберем выпады и вот если чтобы мы понимали о чем я говорю сейчас это одна из форм названия таких приседаний в широком шаге и когда человек опускается вниз и поднимается вверх и у него работают антигравитационные мышцы и среди которых в первую очередь агонистами то есть главными мышцами этого движения является большая ягодичная четырехглавая особенно той ноги которая находится впереди и естественно также работают и другие мышцы но эти основные то есть агонистами мы называем основные работающие мышечные группы или мышцы и вот я среди методов сразу же представил что у меня человек делает одну серию повторений или сет или подход можно еще так называть и после этого он отдыхает тяжелая нагрузка большая работа такая силовая у меня сразу представилась от восьми до пятнадцати повторений в этом циклов движения в этом упражнении на одну конечность впереди потом идет другая нижняя конечность вперед и это у нас получается упражнение такое как бы асимметричное и отсюда возникает какой метод я использую использую я в первую очередь метод который называется повторный то есть человек у нас с вами сделал один одну серию сделал очевидную паузу отдыха отдых у нас будет например ординарный то есть до восстановления и через некоторое время когда человек сочтет или я сочту необходимым он у меня делает вторую серию то есть второй подход это я выбрал метод себе остается только определиться уже с деталями а что касается средства я тоже ну и сразу же представилась то есть вот само по себе это приседание в этом самом выпаде у меня есть упражнение а упражнение это и есть самое главное средство которым я пользуюсь по какому методу в данном случае по повторному который я описал что бы теперь еще хотелось сказать дальше голова тренера она у нас содержит вот в разделе средств скажем так в этой в левой моей части головы не только основные средства но и добавочные средства какие средства у нас считаются основными какими добавочными мы сейчас с вами или второстепенными мы сейчас обсудим значит само определение средства перед вами некая реальная сила необходимая для достижения цели если переводить сейчас уже на наш с вами язык то в данном случае вот эти вот приседания они являются реально тем чем я пользуюсь для того чтобы накачать ягодицы этому человеку и если говорить уже о деталях этого в данном случае конкретного упражнения то есть целый ряд нюансов которые тренер должен знать и должен этим активно пользоваться ну например то что если человек во время приседания вниз одновременно будет наклоняться вперед чуть больше наклоняться вперед ну грубо говоря с поцелуем в колено мы это называем в данном случае то у него для ягодичных мышц возникнет стимул для развития не только со стороны разгибающегося бедра относительно таза но еще и разгибающегося позвоночника который связан через крестец через крестцово-подвздошные суставы с тазовыми костями и тазовые кости естественно будут осуществлять задний наклон и тем самым еще больше будут иметь нагрузку для ягодичных мышц уже со стороны места начала большой ягодичной мышцы а не со стороны прикрепления как это относительно нижней половины этой нашей конструкции то есть проще говоря большая ягодичная будет не только давить ногой в пол но еще и участвовать в подъеме туловища из наклоненного состояния и вот это описывается конкретное упражнение в данном случае оно не единственное средство которое я могу использовать и я например могу другое упражнение использовать ну например жим ногами и вот когда человек будет работать в жиме ногами и я буду понимать как тренер что это средство например для развития больших ягодичных мышц оно менее мне интересно и менее оно естественно естественно природное потому что для этого нужна железная машина большая которая придумана была человеком и как вы знаете не все что придумано человеком очень напоминает природные наши двигательные действия естественные поэтому и плюс ко всему это региональный региональное воздействие в отличие от тотального воздействия которое мы обсуждали с вами на выпадах и вот теперь я поговорил немножко о средствах для того чтобы мы понимали что если я буду использовать эти средства по определенным методам пользуясь определенными методами то я увеличу ягодичные мышцы моему клиенту то есть или клиентке которые пришли за этой с этой самой задачей ко мне далее во многих случаях для достижения цели существует несколько средств выбор наиболее эффективного из них требует высокой компетентности знания сущности каждого и здравого смысла вот именно это я вам сейчас донес в предыдущей части своей речи и это описал какими я какие мысли у меня как у тренера рождаются когда я подбираю упражнения что еще очень важно знать на вашей табличке сейчас перед вами да у нас средства физического воспитания и вы видите что появилось слово физическое воспитание и я как-то сразу как будто бы незаметно перешел от теории методики физической культуры да теории методики физ воспитания объясню немножко разницу терминологическую дело в том что культура это огромное емкое большое понятие а воспитание это та часть этой культуры которая является педагогическим процессом ну и в данном случае поскольку я вам привожу примеры именно из работы тренера фитнес тренера в реальных условиях поэтому я пользуюсь сейчас перехожу так плавно перетек уже в воспитание но ничего криминального в этом нет главное чтобы мы с вами всегда могли пояснить почему то или иное фразу тот термин мы используем вы видите что физические упражнения являются главными или основными средствами нашей с вами деятельности это те кто работает в сфере фитнеса конечно ну я так понимаю что любой спортсмен любые спортивные тренеры они тоже самое вам скажут что основными естественно средствами у них является физические упражнения вот справа и слева два столбца вы видите гигиенические факторы и оздоровительные силы природы и вот тут очень важная табличка для многих моих коллег потому что зачастую они являются хорошими специалистами по физическим упражнениям но неважными специалистами по гигиеническим скажем так фактором или оздоровительным силам природы вопрос задают часто клиенты такие могу ли я например пойти в баню после интенсивной силовой тренировки и тренер может часто я даже слышал такие ответы что ну я иду или я не иду а вот Вася вот он ходит и жив еще и тому подобное то есть такие какие-то обрывочные сведения и скорее связанные с личными примерами а вот дать компетентный ответ на этот вопрос его зачастую не просто во-первых во-вторых он требует опять-таки индивидуального подхода и если задать уточняющие вопросы например насколько хорошо себя сегодня чувствует этот человек насколько легко он перенес вашу тренировку которая у вас была насколько она была тяжелой в принципе а также оценить иные его параметры на сегодня оперативные параметры его состояния тогда можно уже сделать вывод и что-то порекомендовать более конкретное теперь давайте разберемся что мы подразумеваем под физическими упражнениями каждое физическое упражнение имеет содержание и форму и вот здесь наш тренерский состав зачастую очень неплохо подготовлен он знает для чего вот это упражнение почему откуда оно историю происхождения этого упражнения и это все относится к содержанию причем вся глубокая молекулярная как говорится от ядерной физики начиная молекулярные структуры всех наших с вами молекул которые работают в наших движениях ну например головки миозина нити актина и так далее глобулактин вот и вот это все у нас есть содержание упражнения плюс ко всему работающие мышцы нервно-мышечные связи наша вся динамическая анатомия и нейрофизиология которая здесь лежит ну и другие дисциплины теоретические которые необходимы тренеру они лежат все в содержании ну а в форме уже это вот собственно говоря то что вы показали то что вы человек должен понимать как это делать на практике это вот уже форма а если взять гигиенические факторы например то у меня раньше ассоциация была когда вопрос не погружался еще на заре тренерской работы у меня почему-то гигиена всегда ассоциировалась только там с чисткой зубов или мытьем в душе или другими какими-то такими очистительными внешним процедурами однако когда уже позже мы стали изучать основы рационального питания и основы гигиены мы пришли к выводу что оказывается вот в этом-то поле не такой он и дополнительный потому что ну наше с вами питание например а вы знаете что огромная часть нашего успеха с вами в том же увеличении ягодичных мышц она принадлежит в первую очередь питанию потому что мы должны понимать если у нашего клиента увеличится жировая прослойка и появится такой ямками ярко выраженная да геноидная липодистрофия как у нас в народе называют целлюлит вот поэтому тогда у этого человека будет какая-то не такая прибавка в ягодицах то есть ягодица вроде выросла а результат не тот благодаря чему вот ну в первую очередь не физическим упражнением а гигиеническим фактором то есть потому что человек просто не доследил за своим питанием перебдел перебрал там например с энергетическими фракциями и вот получил такой результат очевидный вот это что касается гигиенических факторов ну и помимо этого еще очень важным является в гигиене например режим сна что тоже немаловажно есть конкретные у нас сейчас даже среди действующих наших клиентов примеры когда люди недостаточно спят когда люди едят мало например того же белка или недостаточно хорошо у них работает желудочно-кишечный тракт ну в общем какие-то три основных там скажем так столпа диетологии да это энергетический обмен у нас с вами это эффективное усвоение и другие очень важные моменты они бывают нарушены у наших клиентов и естественно эти вот законы энергетического баланса эффективного усвоения они зачастую нарушаются вот это как раз из этого поля гигиенических факторов была информация а правый столбец у нас оздоровительные силы природы солнце воздух вода ну тоже имеют достаточно большое значение для нашей с вами деятельности ну например когда человек снижает жировую прослойку свою уменьшает количество жировой массы в организме кожа его становится несколько такой дряблой подвисшей морщинистой потому что уходят объемы определенные которые каким-то образом надо приводить в порядок ну и вы знаете что вот здесь даже если просто человек будет пользоваться контрастными перепадами температур ну например будет наконец-то добавлять к своему обычному образу жизни утренний и вечерний контрастный душ то вполне может так приключиться что у него эта кожа будет быстрее лучше скажем подтягиваться потому что она испытывает как термические так и механические воздействия сюда же и дополнительные еще процедуры могут быть включены которые выполняют уже чаще всего медицинские специалисты или специалисты других оздоровительных направлений вот опять-таки рекомендации по поводу времени нахождения с определенным типом кожи на солнце тоже тренер может давать особенно многие из нас вы знаете те кто занимается фитнесе любят демонстрировать свое тело людям и стараются при первой же возможности залезть как можно дольше на солнце а у загара у нашего как вы знаете есть разные помимо скажем так разные проявления и разные воздействия помимо ярко выраженного такого подчеркивания атлетичности что делают например бодибилдеры при помощи краски или естественного тона кожи например африканские атлеты то на темной коже мышцы кажутся более сухими и если еще это покрыть блеском масла то это добавляет еще визуально объемов и разделение мышечных пучков визуально то что мы в бодибилдинге активно использовали и поэтому люди помимо вот такого ярко выраженного эффекта стройности темной кожи и сглаживания каких-то дефектов в том числе кожи и того же целлюлита как мы с вами говорили то эти люди имеют еще и потенциальный риск развития онкологии меланом и более того ожоги существует ну и всегда когда тренер говорит кардинально это понятно клиенту и это порой необходимо делать но чаще всего уважение заслуживает тот тренер который дает более глубокие более панорамные ответы ну хотя бы такого типа что есть мнение о том что человечество наше произошло в современной ну предки современного человека из африканского континента поэтому получается что особи нашего типа уже у которых было не так много волос они длительное время находились в жарком теплом климате под солнцем поэтому кожа наша генерально адаптирована к тому чтобы сопротивляться и не не было никаких развития патологий серьезных типа мелано а с другой стороны мы например с вами уже как раса и как народность мы живем уже в определенной такой климатической зоне где у нас кожа уже светлая и нет такого обилия солнца и вот тут то как раз вот эти вот заболевания или осложнения вот этого последствия интенсивного воздействия ультрафиолета они могут вылезти боком поэтому вот такие мысли на эту на этот счет как выбираются средства но в первую очередь я сразу вспоминаю знаете дистанционную тренировку онлайн которых сейчас у нас много только у меня их сейчас около 60 процентов в моей работе итак в первую очередь когда я вижу клиента на экране у него должно быть какое-то оборудование или какие-то хотя бы условия для того чтобы провести нам это занятие зачастую у них бывает не бывает даже пара бутылок чтобы использовать их в качестве подобия гантелей и тогда мы в первую очередь опираемся на доступность средств вот если у меня есть например две полутора литровки я уже начинаю тренировку с моим клиентом да могу дать ему бицепс и трицепс и так далее дельты ну в общем я сейчас говорю на среднем языке об этом я тоже бы хотел вам рассказать о трех языках тренера но не сейчас далее наличие условий это ну понятно это дождь может быть грязь отсутствие каких-то не знаю ветер и прочее то есть это тоже очень важно что интересно я всегда вот когда формировал такие слайды я продумывал каждый пункт и пытался это транслировать на совершенно разные виды нашей с вами двигательной деятельности и спорт и тренера по футболу представлял и по боксу и любых других как говорится тренеров наших коллег с вами из параллельных областей ну я сейчас рассказываю про онлайн тренировку экспромт абсолютный то есть только то что пришло в голову сейчас раньше я рассказывал на других примерах и получается так что я вижу у клиента например есть шведская стенка прикрученная и под навесом то есть получается что он будет заниматься на свежем воздухе но дождик на него капать не будет я например вижу что у него есть скамья скамья без спинки это значит что на этой скамейке мы можем сжать гантельки лежа например или использовать ее для отжиманий или для запрыгивания и зашагивания и прочих других интересных упражнений то есть у меня уже появляется определенное представление о том как я буду его тренировать далее я уже сказал например что для большой ягодичной мышцы я бы выпады предпочел жиму ногами это вот я выбрал по принципу эффективности я считаю это упражнение намного более действенным и на своей собственной практике это тоже наблюдаю регулярно что касается безопасности безопасности это тоже очень важный момент если вы человека как говорится ведете а он бежит в каком-то опасном парке где пьяные компании или что-то или просто даже грязь слякоть неустойчиво у него кроссовки не готовы обувь не соответствует ну в общем много может быть всего поэтому безопасность она тоже очень важна это так же как например и по этому принципу я он на онлайне не даю людям жим лежа если они делают это например одни в зале в моей же студии например может находиться человек и он вроде бы лежа жмет а он там один а я как говорящая голова присутствую у него на штативе поэтому я не смогу подбежать и снять с шеи его штангу поэтому я стараюсь либо минимальные веса рабочие использовать либо отдавать это упражнение заменять его ну например теми же отжиманиями от плеометрического куба или пола если зависит от уровня подготовленности нашего с вами клиента что касается прикладности да то есть прикладные аспекты очень важны для нас нужно понимать зачем мы это делаем ну проще говоря вот если вы даете женщине подтягивание и она от этого только расстраивается ну возникает вопрос зачем ей это нужно то есть на этом по крайней мере этапе где это ей понадобится а также это может быть например когда люди развивают ну какую-то там одну мышечную группу конкретную только тренируют без связи с другими человек сидит в дельта-машинке например все время делает дельтовидные мышцы и тогда возникает вопрос а где это функционально ему пригодится мне если он допустим соревнуется по бодибилдингу то тогда все понятно он делает это из эстетических соображений и вот когда это сразу вспомнил наш с вами слайд предыдущий когда клиент заносит задачу и еще хотел бы дополнить тот слайд что когда задачу фитнесе заносит это вот я сказал попа допустим там или здоровое сердце да и у нас сразу как бы два таких потока мне вспоминается из мультфильма Маугли Пантера Багира когда она рыжих собак растушевывала так вправо влево на берегу как раз на косе стояла и у меня всегда так сразу как у тренера ассоциатив такой если человек пришел за попой значит он пришел идет у меня по морфологической ветке он пришел за морфологической задачей то есть сразу понятно что этому человеку человек будет спрашивать с меня насколько изменилось его попа значит ему сразу надо дать что первую рекомендацию пойти и сфотографировать эту попу с разных ракурсов при определенном освещении для того чтобы мы имели отправную точку измерить ее и прочее прочее а вот если человек пришел говорит я хочу здоровое сердце это значит он у меня пошел по ветке не морфа а функцию и тогда я ему буду все делать как говорится не попу фотографировать ими его изучать его скажем так кардиограмму изучать его экстрасистолы и другие 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 параметры артериального давления и и так далее вот и естественно у меня тоже будут измеримые у любого тренера должны быть обязательно измеримые результаты это важный момент у нас для этого было с вами пару лет назад на нашем же с вами ресурсе лекция такая как по фитнес-диагностике поэтому и можете ее выкопать из недр и посмотреть что еще здесь мы видим с вами как раз нам выделена у нас первая страница наиболее значимых на мой взгляд вот прикладные аспекты мы обсудили с вами гуманность из прикладных аспектов аспектов коротко еще ну например сейчас все дети многие сдают gto ну и поэтому если они у вас будут прыгать в длину или бегать челночный бег что мы часто делаем тот ярко выраженная как раз прикладная направленность что касается гуманности вот здесь я почему-то сразу вспоминаю стретчинга и вспоминаю гимнастику и я очень уважительно отношусь к нашим коллегам спортсменам я понимаю что они порой идут как бы против здоровья как это не неприятно звучит наша задача вот фитнесе в основном это оздоровительную направленность сохранить нашей деятельности поэтому я вот говорю о том что например поперечный шпагат он не свойственен человеку и если говорить о современной жизни то наверное не очень нужен кроме как демонстрации своего своих каких-то запредельных возможностей то есть скорее из-за взряда вау как это круто но по факту это чрезмерная гибкость и если у человека нет дисплазии то этот шпагат в принципе мало того что гибкость как я уже говорил находится в моем в моем скажем так видение в моем рейтинге на последнем месте из физических качеств поэтому тоже это обосновано было уже мною и поэтому я как бы уважительно отношусь к работе тренера но не очень понимаю ценности этой задачи если человек не занимается спортом или танцами или чем-то еще балетом то не вижу необходимости в этом поперечном шпагате но и сами по себе методы зачастую бывают гуманными то есть когда люди не торопятся и приходят к этому шпагат плавно и длительно а бывает когда они очень торопятся и делают это резко и порой даже с травмами поэтому вот это вот они очень на мой взгляд хорошо но или полностью разбиты в кровь кулаки у бойцов но это уже понятно потому что для них это тоже важно им нужно быть адаптирован к самым большим неприятностям которые могут приключиться вот но это еще не все то есть вот мне например очень печалило когда культуристы перетягивали резиной себе руки на или ноги и так без ну как бы объясняет а тем что бескислородные условия больше активируют анаэробные процессы но механическое пережатие сосудов для меня это дико просто я как-то не могу еще к этому привыкнуть что это на может быть использовано поэтому я такой кардинальный противник но по этому поводу еще можно конечно будет как говорится философствовать и тем более по заниматься исследованиями научными что касается других принципов тут уже вы видите что занятия но среды сами упражнения должны быть интересны это особенно касается детей они не любят делать то что им неприятно но среди нашей с вами основных наших еще принципов ведь разнообразие то есть мы должны создать панораму двигательных действий как можно большую но как можно надежнее закрепить эти навыки затем есть еще эстетика ну например когда гимнасты вытягивают стопы красиво в уголке в висе это выглядит очень красиво я уж молчу про такие ярко художественные виды спорта как например фигурное катание и гармония тоже должна быть гармония как самих средств вот так и гармония в физических качествах так и в теле стези эстетические ну в общем вот мы говорили уже и в эстетике гармонии чаще всего мы говорим о них вместе что касается традиционных упражнений например они свойственны каким-то таким знаете национальным порой вот знаете например что у нас на кавказе очень распространена борьба и естественно ей отдаются предпочтения многими родителями прием как говорится начальных решений отдать ребенка в спортивную секцию определенную вот поэтому определенные упражнения с нас традиционными например традиционным упражнением силовых видах спорта приобретен приобретен большую популярность является например жим лежа да и если ты пришел в качалку ну значит надо жать лежа обязательно упражнение как бы и из-за этого произошла свое время такая терминологическая непонятка как базовое упражнение бодибилдеры называли базовым упражнением и тотальное упражнение тотального воздействия типа приседаний и называли жим лежа туда же тоже приписывали но она приписывалась не потому что это тотальное упражнение а потому что это упражнение на региональное но она известна популярная то есть не решили что популярные упражнения тоже типа базовый вот ну это вот такие у нас фитнесе есть тоже интересные наблюдения я представил представил сейчас как нас слушают люди не из фитнеса столько и деталей, и нюансов. Я тут обсуждаю тренерскую работу. Не знаю, понятно ли это будет, но как и есть. Хочется поделиться с коллегами в первую очередь. Ну и география. Это тоже очень важно, что в пустыне Сахара преподавать лыжные, горные лыжи, а так же, как, например, в Финляндии преподавать там такие более летние виды спорта наверное не очень как бы продуктивно, но это если говорить о спорте. Ну а вообще география тоже влияет на упражнения, на определенные. Ну и вообще на типы гимнастик даже. Теперь методы физического воспитания. Метод это способ достижения цели или использования средств. В нашем случае скорее это использование средств, потому что мы помним, что средства, задача, средства, метод. Далее. Ну и здесь способ разъясняется, что это реальное действие или система действий, применяемые в конкретной работе. Это определение опять-таки. Профессиональная квалификация специалистов наших с вами, да, определяется преимущественно методической грамотностью. То есть это очень важно, потому что порой, ну, упражнения чуть лучше, чуть хуже, приседания, жим ногами или выпады. Это все как бы здорово, но человек и тем, и другим, и третьим может выполнить эту задачу по увеличению ягодиц. Поэтому методическая грамотность вот выходит на первый план, потому что и методическая грамотность сделает это быстрее и сделает это безопаснее. То есть эффективность и безопасность два наших тренерских флага. Метод выполняет функцию обязательного связующего звена между теорией и практикой. Вот что очень важно. И перед вами сейчас на этом слайде собраны методы физического воспитания. Если средство, мы с вами видели, была табличка более простой, то вот методы, она уже более расширенная и она у нас идет как раз под занавес нашего повествования вторым номером после средств. Так обычно их рассматривают, так и было в названии. Поэтому видите, что методы физического воспитания делятся на специфические, и общепедагогические. Ну, то есть, проще говоря, что и как конкретно делать и как этому научить. Давайте пойдем сначала по левой ветке, если смотреть, потому что специфические методы, они считаются как бы такими технически более значимыми, а общепедагогические, они, наверное, вот, ну, понятно, педагогически более значимы. Поэтому у нас, вы видите, что специфические делятся на три таких интересных неравновесных блока. Это игровой, мы видим сверху, и соревновательный. Это методы игровой, соревновательный, они живут своей жизнью, а вот метод строго регламентированного упражнения, вы видите, под ним сколько всего. Давайте определимся, где игровой метод чаще всего хорошо работает. В первую очередь с детьми. Ну и, естественно, в игровых видах спорта. А где у нас хорошо работает соревновательный? Ну, он, в принципе, везде работает хорошо. Но что значит хорошо работает? То есть, если, например, мы соревновательный метод поставим стареньким дедушкам, когда решим, чтобы они в футбол поиграли напоследок, вот это, наверное, будет, наоборот, скорее, не оздоровительное и не положительное влияние нашего с вами, как говорится, тренерского влияния, тренерского воздействия. А вот соревновательный метод хорошо работает всегда, когда нужно продемонстрировать результат. Но в первую очередь, конечно, это на спортивных соревнованиях. Ну, а поскольку в фитнесе мы тоже иногда проводим какие-то соревнования в рамках клуба, в рамках сетей, в рамках страны и мира, то есть тоже бывают такие. И поэтому тут он хорошо работает. Плюсы и минусы вообще вот каждый из этих методов у нас длительно разбирается, когда мы это все на каждом слайде, каждый метод достаточно долго изучаем. У нас этот курс достаточно большой. Он порядка часов, наверное, сейчас я вам скажу, около, наверное, 60. Вот в зависимости от типа курса иногда даже 80 достигает. А на что делятся строго регламентированные методы, как его запомнить? В принципе, методы строго регламентированного упражнения. Я запоминал для себя это так, что это упражнение, которое понятно описано и, ну, в общем, известно достаточно. То есть такое строгая регламентация. То есть оно четко... Все понимают, что жжать лежа надо от грудных мышц, например. Все понимают, что для этого нужна определенная скамья, определенные кронштейны, определенная штанга. Ну, в общем, как-то так. Ты говоришь жим лежа, а все почему-то представили штангу. А некоторые могут представить и гири, и гантели, и бревно, и что-то еще, ну, и партнера. В общем, разного может быть. Поэтому тут имейте в виду, что строго регламентированные упражнения для меня это, в общем-то, как бы синоним понятные, понятные, известные, описанные упражнения. И вот среди них мы видим, что есть обучение двигательным действиям и воспитание физических качеств. Тоже две, как бы, линии идет дальше, метод строго регламентированного. Ну, обучение, соответственно, двигательным действиям, это целостно-конструктивное, расчлененное конструктивное и сопряженное воздействие. Это те методы, я коротко на них остановлюсь. Целостное упражнение – это когда человек взял и увидел, как выделаете упражнение, и он сделал это упражнение тоже, в общем, сразу освоил все. Если он упражнение не может освоить все, как бы цельное, в цельной структуре, то он может разбить ее на части и осваивать ее по частям, потом эти части как можно быстрее сложить. Это расчлененный конструктивный, да? Вот. Ну, а сопряженное воздействие – это когда подобие, то есть, или модификации. То есть, например, человек повесил на себя диск на подтягиваниях и пытается с более тяжелым весом подтянуться, и вот потом у него увеличивается, например, из-за увеличения силы увеличивается количество подтягиваний без веса. Теперь воспитание физических качеств. И вот здесь вот мы как раз с вами видим ту часть стеллажей, которую я описывал в начале. То есть я говорил, что мы хотим вот повторный метод определенный, да? Это вот как раз из этой серии. И мы видим, что есть стандартная переменная, стандартная, то есть есть непрерывные, есть методы, и есть методы переменные. То есть непрерывные – это когда, точнее говоря, среди непрерывных можно выделить равномерные и неравномерные или переменные. И идея в чем? Я быстренько это все сразу на фитнес переложу. То есть когда человек, например, идет час с одной скоростью, он идет непрерывно, и он идет равномерно. Если человек идет, например, на этой же дорожке целый час непрерывно, но идет с переменными характеристиками, то есть угол меняет, меняет скорость, это уже получается непрерывно переменный метод. Ну и есть еще сюда же круговой метод. Ну и давайте я про повторный немножечко расскажу. Дело в том, что повторный – это очень часто используемый у нас метод. Это когда у вас нагрузка и отдых ординарный. А есть еще методы интервальные. Это когда у вас нагрузка и отдых, они несопоставимы. То есть отдых напряженный или видоизмененный. То есть когда у вас, например, через две минуты после упражнения вы бы относительно восстановленным пошли, это повторный метод бы был, а вы пошли, например, через 40 секунд или через 30 невосстановленный, на следующий – это уже получается интервальный, такой как бы более, скажем, напряженный. Ну, в этом можно, там разные совершенно есть примеры, можно приводить из разных видов спорта. Но идея такова, что разница между повторным и интервальным только в отдыхе. А круговой метод, который в конце этого столбца, он у нас представляет из себя как раз смесь интервального и круга. То есть круг – это когда первые, вот в круге, например, 8 упражнений у вас, и они идут один за другим. То есть получается, что они идут как бы непрерывно. И при этом отдых получается, что между ними он напряженный, очень напряженный отдых, или жесткий его еще называют. И это получается интервальный метод, как бы. А между одним кругом и вторым кругом человек может отдохнуть ординарно, то есть полноценно. И получается, что уже между кругами отдых получается ординарный. То есть если рассматривать эту структуру как вот нагрузка и отдых, то между кругами получается повторный метод, а внутри круга получается интервальный метод. И вот эта штука тоже интересная. Теперь, что о педагогических, то вы видите словесные и наглядные, ну и тут уже идет достаточно глубокое такое отделение. Я уверен, что вы с этим сталкивались, что и дидактический рассказ был в вашей жизни, когда вы что-то своему клиенту рассказывали вдохновенно, и описание, объяснение, и беседовали, и разбирали. Я вот вам сейчас читаю лекцию, как вы видите, да, вот уже более короткие такие инструктаж, и далее комментарии распоряжения, распоряжения достаточно уже жесткие, и вот в разных учебниках вот этот столбец, он немножко по-разному трактуется, но тем не менее идея понятна. То есть тренер, я это называю тренерский гавк, когда надо там, ох, давай, сделай, там еще там, ну ты можешь, или как у нас сейчас, жать, орут на весь зал там и так далее. Это вот у нас прям команды такие жесткие. А бывает наоборот, когда, ну что, ну что ты сегодня, как ты там, ну это уже беседа пошла, и такой, знаете, разбор. Вот, что касается наглядных методов, то вы видите непосредственная наглядность, посмотри, вот как надо делать, да, посредованная наглядность, посмотри, как вот тот товарищ делает, да, дальше у нас идет с вами направленное прочувствование, это когда вы концентрируете на тактильных ощущениях, на рецепторных наших с вами ощущениях, и срочная информация, когда для этого есть те, какие-то приборы, оценки состояния, вот, трекеры и прочие патчи. Ну вот, друзья мои, я сейчас вас немножко познакомил с тем, какие средства и методы мы используем в фитнесе. Соответственно, вы знаете, что у нас теперь голова наша, если резюмировать, представляет из себя стеллажи с методами, стеллажи со средствами, клиент заносит нам задачу через наши органы чувств, наша нервная система это все обрабатывает и бегает между этими стеллажами. Берет, например, приседания из блока упражнений на ноги, из силовых упражнений, из отдела силовых упражнений, и все это у меня вот здесь вот в средствах, а потом идет сознание наше в правую половину и говорит, а сколько нам надо подходов делать, но он начинающий, больше двух у него не получится. Поэтому, а или этот продвинутый, пусть он делает пять, а почему пять, а потому что пять это вот уже относительно такая высокая эффективность. Ну, были исследования разные, в том числе и сравнивали и пять, и десять, и два, и другие количество вот подходов, ну, в общем-то, остановились. Мы, по крайней мере, я в своей деятельности остановился на пяти, то есть больше пяти серий в одном упражнении. Я, как правило, не даю и сам работаю тоже по пять. Теперь вот мои контакты. Сейчас в Телеграме активно пытаюсь доносить просто и понятно в разных рубриках какие-то интересную, волнующую тренеров информацию. В первую очередь, конечно, это канал для тренеров и уже во вторую, наверное, только для наших клиентов. Но всем интересно, стараюсь, чтобы всем было понятно. Ну, соответственно, благодарю вас всех за внимание. Сегодня у нас была, как всегда, продуктивная работа. Мы это сделали. Занавес наше повествование закрывается. И вот призыв. Учитесь с нами из любой точки мира. До новых встреч. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»